Следующая информация будет интересна футбольным болельщикам. Вот уже на протяжении нескольких лет в нашем районе проводится открытый зимний чемпионат Славянского района по футболу среди любительских команд. На этот раз он стартовал в декабре прошлого года, а завершился на минувших выходных финальными играми. Последний тур зимнего первенства Славянского района по футболу прошел на стадионе спортивной школы «Виктория». Футбольные баталии длились на протяжении двух месяцев. Всего же за звание победителя сражались 9 команд. Мы можем сегодня смело заявить, что футбол является самым массовым видом спорта в Славянском районе. Мы на правильном пути, я скажу так. Развитие футбола в Славянском районе у нас не заканчивается. В любую погоду ребята собирались. Морозы, ни почем снег. Ни одна команда на протяжении всего турнира не выпала. Все ребята, все команды, которые начинали, все так и закончили, подошли в финальной стадии. Судьба чемпионства решалась в последнем поединке. На поле столкнулись две команды. «Динамо», в составе которой играют сотрудники отдела МВД по Славянскому району, и команда «Урожай» – прибрежного сельского поселения. Несмотря на товарищеский характер, встреча получилась зрелищной. До финального свистка многочисленные болельщики гадали, кто же станет победителем. По итогам золотые медали достались «Динамовцам», а серебряные – их соперникам. Команде «Урожай». Третье место завоевала команда «Ветеран» Славянского городского поселения. Как признаётся капитан победившей команды Александр Дубяга, другого результата они и не ждали. По игре у нас практически сегодня всё получилось. Заминки были, конечно. Но, тем не менее, хочу отметить, что сегодня наша команда сыграла из 5 на 4 балла 100%. Спасибо, конечно, соперникам. Достойная сегодня получилась игра. Отдельное спасибо нашим болельщикам. Ну, а так, все болеем за «Динамо». Команды-победители были награждены кубками и медалями. Кроме того, лучшие футболисты получили индивидуальные призы. А лучшим игроком соревнований был признан Александр Торян из «Динамо». Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».